В этом видео я хочу поговорить про техническую оптимизацию страниц интернет-магазинов. Что нужно оптимизировать, как прописывать теги, что нужно учесть при формировании категорийных страниц и как учесть фильтры. В этом видео мы постараемся разговорить про самые популярные ошибки тех, кто создает интернет-магазины, ну и, конечно же, покажем все и с добрым примерами. Меня зовут Николай Шмичков, это канал SeelQuick. Поехали! Первое, давайте мы разберем, в чем, собственно, состоит особенность интернет-магазина. Его отличает всегда структура. Структура иерархии страниц у интернет-магазина условно делится на следующие пункты. Это главная страница, есть отдельные категории страниц, также есть отдельные подкатегории страниц. И, конечно же, в каждой подкатегории находится определенное количество страниц продуктов. В итоге страницы интернет-магазина, это на самом деле страницы продуктов, которые расположены в подкатегориях и категориях. И навигация между ними может происходить разными способами. Второй особенностью интернет-магазина заключается навигация, или так называемая фасеточная навигация, как и называют за рубежом. Она выглядит в виде отдельных кликабельных фильтров. Эти фильтры выводятся всегда удобными сбоку, для того, чтобы пользователь мог по ним кликнуть, конечно же, и выбрать нужную себе подкатегорию. Давайте покажу на примере. Если мы посмотрим на интернет-магазин, мы можем увидеть, что у него каждый элемент выделен в виде отдельной ячейки. И при нажатии на эту ячейку, я автоматически попаду на конкретную страницу. Для SEO это имеет фундаментальное значение, именно отдельная посадочная страница, которая индексируется. Как это проверить? Просто проверьте эту страницу через сайт двоеточие. Если вбить сайт двоеточие и конкретная страница, вы увидите, что эта страница ранжируется. И ранжируется по конкретному ключевому слову. Вы можете увидеть, что она также полностью оптимизирована, что является важным для создания интернет-магазинов. На этом моменте совершается самая популярная ошибка, которая есть при создании сайтов. Этот момент попросту может быть проигнорирован, и в итоге все внутренние страницы в этой фасеточной навигации могут не попадать в индекс. Давайте разберемся, как это реализовано. Вернемся обратно к нашему магазину и посмотрим внимательно, как работают все эти ссылки. Я сейчас скопирую фрагмент кода этой ссылки и вернусь обратно, где я не выбирал этот код ссылки изначально. И затем, конечно же, я попытаюсь найти эту ссылку в коде. И в коде, конечно же, я ее найду. Все ссылки, которые есть на самом деле в фасеточном фильтре, прописаны в коде. То есть они открыты для поискового робота. И поисковый робот, конечно же, может по ним перейти и проиндексировать эти страницы. Второй момент. Все ссылки вашей фасеточной навигации должны находиться в карте сайта. И именно их наличие в карте сайта гарантирует, что поисковая система докажет, что эта страничка есть и в индексе, и она есть в карте сайта, и по ней можно перейти непосредственно при навигации с предыдущей страницы. То есть, напоминаю, у нас три ключевых условия. Страница должна быть индексируема. Страница должна иметь прямую ссылку в коде любой из индексируемых страниц. И третье, при переходе, должен быть происходить переход на эту страничку. Но какие подводные камни могут быть при настройке такого фильтра? Конечно же, есть и определенные проблемы. Первая проблема заключается в том, что такие комбинации могут быть действительно любых видов. То есть, вы можете перекомбинировать всевозможные варианты фильтров, и у вас получится огромное количество страниц. Их число может исчисляться тысячами, только для одного фасеточного фильтра для вашей категории. Нужно ли это? Конечно же, скорее всего, нет. По одной простой причине, вы таким образом создаете огромное количество страниц, которые могут быть бессмысленными. Второй момент. По этим фильтрам может не оказаться товаров. Таким образом, ваши страницы с фильтрами могут быть пустыми. И поэтому на этом моменте принимается частое решение о закрытии индексе отдельных элементов фильтра. В каком случае эти элементы фильтра нужно закрывать? Сейчас разберемся. Давайте представим себе такую мысленную кривую, по которой пользователи принимают решение. То есть, и подумаем, нужно ли нам создавать все эти страницы фасеточного фильтра, открытые для поиска. В первую очередь, ответьте на первый вопрос. Ищут ли люди эту комбинацию слов? Для этих целей возьмите ключевое слово, которое вы нашли, и проверьте трафик этого ключевого слова в планировочке ключевых слов. Где же еще это можно проверить? Именно там это и нужно сделать. Давайте возьмем одну из комбинаций и проверим ее. Чем удобен планировщик? В нем можно сразу проверить определенные ключевые слова на трафик в нужном вам регионе. В этом плане этот инструмент действительно остается самым популярным среди SEO-специалистов. Для этих целей заходим в планировщик, выбираем ключевые слова. И, допустим, берем нашу страничку, которую мы хотели посмотреть, допустим, планшеты Lenovo, и проверяем ее здесь. В планировщике вбиваем сначала ссылку, и, конечно же, вбиваем запрос планшеты Lenovo. Для удобства можно использовать русские, либо украинские запросы, как вам нравится. Для анализа, в принципе, это не так сейчас критично. Итак, перейдем и посмотрим на результат. И, конечно же, что мы увидим, что да, этот запрос популярен, его гуглят, и мы видим, что у этого запроса есть трафик, даже можно увидеть его сезонность, насколько они популярны. Значит, такую категорию создавать нужно и открытой для индексации оставлять. А что мы насчет подкатегории, где идет комбинации фильтров между собой? Давайте возьмем 16 гигабайт, вот такой запрос, и обновим наш запрос непосредственно в планировщике. Возьмем вот эту страничку и добавим 16 гигабайт. Проверим. Мы увидим, что этот запрос практически не выводится, то есть по нему практически не фильтруются ключевые слова. Вы удивитесь, как так? То есть вы видите, что тут выводятся какие-то карточки товаров, все что угодно, но конкретная страничка, конкретный запрос не выводится. Это значит только одно, что этот запрос, скорее всего, не популярен. И вот такую страничку можно в индекс не выводить. Она попросту будет, скорее всего, бесполезна. И как вы видите, даже у этого интернет-магазина даже нет товаров, которые сейчас в данный момент продаются. То есть от такой страницы в поиске смысла нет. В то время как от предыдущей, конечно же, смысл есть. Мы ответили на первый вопрос, ищут люди ли этот запрос. В первом случае ищут, во втором не ищут. Если же все-таки окажется, что такой запрос ищут, нужно ответить на вопрос, нужно ли создавать эту подкатегорию. Имеет ли она смысл? Суть заключается в том, что эта категория может присутствовать у ваших конкурентов, но у вас она может отсутствовать. По третьей причине. Причина заключается в том, что как много продуктов есть в наличии по этой подкатегории у вашего бизнеса. Если хотя бы на каком-то варианте вы ответили нет, то такую подкатегорию создавать, индексировать и продвигать не нужно. Можно ограничиться закрытым от индексации фильтром, у которого будет вообще можно сделать либо закрытым от индексации, либо сделать открытым, но с каноникалом на страничку, которая имеет реальный вес. Для того, чтобы поисковой системе не скармливать огромное количество бессмысленных ссылок. То есть, если мы посмотрим на примере этого сайта, здесь действительно допущена ошибка. Причина, скорее всего, в автоматическом фильтре, который создавал это все по скрипту, без каких-либо раздумий. И здесь каноникал должен был ввести на конкретную страничку Lenovo. Это было бы с точки зрения SEO гораздо правильнее, чем в то же время, как создавать огромное количество страниц, которые не имеют никакого смысла. Это такой урок и ошибка номер два, которую чаще всего допускают. Перейдем к следующему этапу, как нужно все-таки выбирать, что же будет все-таки под категорией. Конечно же, нужно проводить исследование ключевых слов. Нужно собирать семантику и изучать семантику, как люди гуглят те или иные запросы. Для этих целей мы воспользуемся тем же планировщиком ключевых слов. Я не буду показывать, что можно делать в платных сервисах. Почему? Потому что планировщик есть у каждого. Любой, у кого есть AdWords аккаунт, имеет доступ к этому инструменту. А мы общаемся в основном с владельцами сайтов. AdWords аккаунт есть практически у каждого. В планировщике ключевых слов вы можете вбить ключевое слово. Он учтет все синонимы, как леново написанием латиницы, так и леново написанием по-русски. И ваша задача, конечно же, скачать все варианты ключевых слов в удобном для вас формате. Можно в Google таблице, что очень удобно, потому что с Google таблицами можно работать прямо в браузере, не заходя ни в какие Excel. После того, как вы его скачаете, вам нужно изучить эту семантику на предмет потенциальных будущих кластеров. Сделать это можно либо глазами, либо воспользоваться кластеризаторами, которые существуют даже у нас. Ну и даже давайте так, если мы будем делать глазами, для удобства мы можем одну из ячеек освободить и отмечать потенциальные кластеры. Потенциальные кластеры можно вылавливать сразу здесь. Например, можно увидеть, что M10 это пример хорошего кластера. Можно увидеть, что Yoga, как под бренд, отдельный кластер. Как я понимаю, Yoga это целая серия этих планшетов Lenovo. То есть, и соответственно, если вы будете так прорабатывать каждый кластер, вы выловите все потенциальные кластеры из семантики. И вам не нужно для этих целей даже иногда заказывать семантическое ядро. Да, как ни странно, эту вещь может сделать каждый. Это нетрудно. Пройтись по всем ключевым категориям. Вот, например, 10 дюймов. Вот дюймаш 10 дюймов есть смысл выделить в индексе. То есть, и в таком же духе. То есть, вы видите, что 7 дюймов тоже можно выделить и так далее. Я не буду сейчас собирать семантику полноценно, но логику вы поняли. При ресерче ключевых слов вылавливаете те, у которых действительно есть трафик, где есть осмысленно можно сгруппировать товары. И эти товары есть у вас. И под эти категории, уже как под категории, прописываете правильный H1, title, description. И делаете здесь эти комбинации фильтров открытыми для индекса. То есть, вы можете воспользоваться плагином и сделать в нем все фильтры закрыты и canonical, а ручками выбрать нужные и открыть их. И открыв их, под эти ключи непосредственно прописать семантику, под семантику ключевые слова. Что писать? Об этом дальше. Следующее, на что нужно обратить внимание при проработке субкатегорий, подкатегории наших, мы должны учитывать, что есть странички продуктов. И странички продуктов это отдельные страницы, и под них нужно проводить отдельную чистку семантики. То есть, когда вы собираете семантическое для магазина, странички продуктов надо как-то выделять отдельно, чтобы они нам не мешали, потому что странички продуктов, они не должны участвовать в оптимизации странички подкатегории. Как найти эти странички продуктов? Если мы зайдем непосредственно в ту нашу табличку, которую мы исследовали, в этой табличке можно найти упоминание как серий, так и отдельных продуктов. То есть, отдельные названия планшетов. То есть, если люди гуглят конкретный планшет, конечно же, можно увидеть, что это не является подкатегорией. И для удобства такие ключевые запросы вырисовываются отдельно. В семантике их вытягивают отдельно. Зачем они нужны? Конечно же, все категории продуктов, которые у вас есть, вы должны ответить на простой вопрос. Продаете вы его или нет? Если вы его продаете, и он встретился в семантике, его нужно оптимизировать, написав обзор на эту карточку товара. И обзор нужно сделать действительно хорошо. И уделить внимание длине контента у этого обзора, а не ограничиться простыми характеристиками. Давайте покажу вам более детально. Посмотрите внимательно. Если вбить поисковый запрос, вот который я вбил про лжет Лимнова 10 дюймов, мы увидим, что помимо рекламы, рекламу мы не обращаем внимания, в первом месте выводятся как раз странички, где идут категории. Категорийные странички мы будем открывать, и это будут те самые подкатегории, с которыми мы работаем. То есть, если выдача встречается уже подкатегории со списками товаров, это явно не продуктовый ключ. Но если стоит вбить запрос Lenovo Tab M10, и посмотреть первые же сайты, которые выводятся в топе, вы увидите, что это выводится как раз уже непосредственно. Странички, правда, в некоторых случаях и исключения могут быть, но могут выводиться странички конкретных продуктов. То есть, если мы зайдем в любой из магазинов, мы увидим, что это страничка продукта. Например, если отмотать поглубже, можно открыть уже отдельные сайты и посмотреть их, и мы видим, что это конкретные уже наши странички. То есть, это странички идут в магазина для конкретной карточки товара, а не категории. Как это можно понять? Только анализируя выдачу. Для этих целей обычно SEO-специалист, когда собирает семантику, он парсит выдачу для каждого ключевого слова. Для этих целей мы используем, чаще всего, старенький кей-коллектор. Надеемся, что скоро появятся новые инструменты. Но на текущий момент, в текущих реалиях, пока альтернативы мы не нашли. Но если кластеризовать выдачу, можно отсеять отдельно продуктовые страницы от категорийных. И к продуктовым страницам нужно применять действительно определенные требования. Для того, чтобы ваша продуктовая страничка выводилась в топе, конечно же, нужно уделить внимание описанию товара, чтобы на этой страничке было достаточно много отзывов, чтобы про эту страничку был какой-то обзор. То есть, как вы видите, даже вот у нашего магазина, который мы смотрим в примере, есть действительно хороший обзор с написанным небольшим, но хорошо так визуализированным контентом. Есть наличие отзывов, есть как бы наличие отдельно прописанных характеристик. И это касается даже если вы не будете продавать технику. Вы можете любую проверить деталь, которая находится в топе, любой товар в топе, и вы увидите, что топ занимают странички продуктов, если этот запрос трафиковый, в которых прописаны непосредственно описания. Описание написано не для SEO, а действительно в нем есть хорошая визуализация, используется изображение, даже может быть вставлен в видеообзор. Это тоже важно. Всему этому действительно нужно уделять внимание и, конечно же, потратиться на создание контента для таких страничек. Возвращаясь к нашей семантике, выбирая здесь продуктовые запросы, вы должны уже ставить задачку копирайтеру по оптимизации страничек карточек товаров. Если вы проигнорируете этот момент, ваш сайт, скорее всего, будет довольно бедным и по продуктовым запросам ранжироваться будет ниже. Поэтому уделяйте внимание именно написанию описаний в эти карточки товара. Уделяя внимание действительно описанием карточек товаров, я остановлюсь на инструкции, которую написал не я. Я написал Google. Давайте посмотрим. Google действительно ввел недавно свеженький апдейт по соглашенной продукт-ревью, в частности, обзором товаров, либо отзывом о товарах. И, конечно же, он ввел много требований. Мы уже это говорили в прошлых видео касательно апдейтов Google и в подкастах я об этом говорил. На что нужно обращать внимание? Сейчас описание, написанное копирайтером ради объема текстов, мертвы. Ни в коем случае не находите таких копирайтеров, которые будут вам писать такого рода текст. Если в вашей бизнес-модели до сих пор еще присутствует копирайтер по написанию все оптимизированных текстов для карточек товаров, а у меня для вас плохие новости, если вы, конечно, не продвигаетесь в другой стране, там все до сих пор плохо, в Google все правила работают сейчас иначе. Лучше вы перепишите все описания товаров по этой инструкции. В первую очередь вы должны понять, что пользователи хотят узнать о данном товаре. Как это сделать? Вбейте ваш поисковый запрос, в частности, карточки товара, и давайте посмотрим, что про него гуглят. Вот если мы хотим узнать, что гуглят непосредственно про этот товар. И давайте посмотрим, хотя бы какие запросы люди гуглят, что их интересует. Их интересуют отзывы, конечно же. Их интересуют, как мы видим, характеристики его разных подмоделей. Вот есть обзоры, на что говорят. Вот видите, смотрите, в YouTube вывели уже хороший обзор, на который можно ориентироваться. Комплектация дизайн, фишки системы, тест железа, характеристики звука, то есть итоги недостатки. Видео обзор можно использовать уже, как заголовки, описания вашей карточки товара, если вы такой встретили. Также, например, вы можете добавить к любому запросу «как?», и тут вы увидите популярные запросы, которые люди спрашивают по этому товару. И вы можете эти вопросы использовать непосредственно в написании обзора вашего товара. Раз люди это гуглят, скорее всего, есть высокая вероятность, что их это интересует в первую очередь. Вот если даже просто вебью, как вы увидите, что вот он выведет самые популярные запросы, напишите про это в карточке товара в первую очередь. Едем дальше. По поводу экспертной точки зрения, вы не сможете написать, если вы не разбираетесь в товаре, экспертно по этому товару. Ничего. Вы ничего не сможете написать. Поэтому оптимальный вариант привлечь действительно человека, который специализируется на написании подобного контента. Либо имел опыт продажи этого контента, изучал товар, разбирается в товаре. Может быть, ваш отдел продаж сможет выделить таких людей, которые будут писать вам описание для карточек товара. Создайте в своем интернет-магазине школу обучения, где люди будут разбираться в товаре и выделяйте из них те, кто будут заниматься контентом, а кто будут просто продавать. Ну и понятно, соизмеряйте зарплату, чтобы не было такой, что писать товары было невыгодно. Иначе у вас там будут работать не очень качественные писаки. Самое главное, на что можно обращать внимание, это фотографии. Действительно, авторы должны добавлять больше фотографий, какие-то видеозаписи, возможно, аудиозаписи, но это за рубежом больше популярно. То есть нужно реально показать, что вы пользовались этим товаром, делали его обзор. Поэтому просто нарыть фотки с сайта производителя. Это будет плохим вариантом. Лучше вы его пофоткаете сами. Это очень полезно. И не забудьте, конечно же, альтеги у этих изображений, прописать грамотно, что это такое. Также едем дальше. Очень важно на то, что в любом товаре нужно описывать количественные характеристики. То есть небольшую сводную табличку характеристик всегда нужно у товара иметь. Сейчас все плагины по умолчанию имеют раздел характеристик, который мы заполняем. Благо, в этом мы уже созрели. Ну и, конечно же, нужно написать, чем этот товар отличается от конкурентов. Можно тезисно, можно пунктами, можно большими блоками. Там реально конкурентные преимущества выделить, как это делает, собственно, Apple у себя для своей странички iPhone. И, конечно же, помогите принять решение о покупке, добавляя больше отзывов. Мотивируйте людей оставлять отзывы. Оставьте отзыв о собственном использовании самостоятельно. После описания сделайте отзыв от продавца. Можете в свой первый отзыв написать реальный отзыв о товаре. Насколько он хорош, насколько он плох и в чем его преимущества и недостатки. Может быть, ваш первый отзыв и простимулирует клиента купить. Отзыв продавца можно тоже сделать на сайте магазина. Также очень важно уделяйте внимание полезными ресурсами, ссылочками на полезные ресурсы. Что люди будут чаще всего гуглить? Скорее всего, инструкцию. Могут гуглить какую-то там инструкцию, которая есть только на сайте производителя. Да, вы поставите ссылку на сторонний сайт. Вы можете загрузить эту инструкцию себе на сайт и поставить ссылку внутри себя, если вы не хотите делать ссылку на сторонний источник. Сделайте это. Побольше полезной информации для того же описания. Также можно использовать ссылки нескольких продавцов, но это работает больше для агрегаторов. В нашем случае интернет-магазины этот пункт можно проигнорировать. И, конечно же, добавляйте рейтинги товаров. В рейтинге товаров, конечно, чтобы это была не одна звезда и там 5 звезд и одна реакция, чтобы их было побольше. Поэтому рейтингов старайтесь собирать от ваших пользователей в большем количестве. Я не призываю накручивать рейтинги, но мотивируйте клиентов оставлять рейтинг после того, как он товар купил. Например, можно емейлом напоминать ему о покупке товара, чтобы он оставил отзыв о покупке. Можно мотивировать, чтобы он получил какой-то бонус, оставив отзыв. Так делают большинство интернет-магазинов. Мотивируйте реальных людей оставлять отзывы именно на вашем магазине. Следующее, к чему мы перейдем, это оптимизация метатегов или так называемая OnPage SEO. OnPage SEO включает в себя несколько составляющих. Это title, description, h1, и иерархию h2, и, возможно, иерархию фак вопросов, которые используются специализированной микроразметки. На что нужно ориентироваться при выборе h1? h1 – это самый трафиковый ключ вашей страницы. Для этих целей воспользуйтесь общим смыслом, как вы хотели бы назвать эту страничку и вбейте этот поисковый запрос в планировщике ключевых слов. Например, я взял страничку одного из своих клиентов и решил проверить автоклав электричный, автоклав электрический, электро, и проверим давайте вот эти все запросы между собой. И что мы увидим? Мы увидим, что автоклав электричный гуглят чаще, чем автоклав электро или там электроавтоклав. Можете проверить все комбинации. Именно эту комбинацию можно обратить внимание, что она реально популярна и пользуется спросом. И можно увидеть, какую семантику он выдает. Чем больше вы слов забьете для запросов, вы увидите, собственно, сколько вариантов слов вам покажет планировщик ключевых слов. Ориентируясь на это, вы можете с легкостью взять это как H1. Если он не совпадает, просто его перепишите. Скорее всего, если вы изначально делали семантическое ядро, H1 вы бы выбирали как из самых трафиковых ключей в вашей семантике. Поэтому всегда можно себя проверить, потом после оптимизации хороший у вас H1 или плохие, это если вы зайдете в вашу серч консоль и перейдете на конкретную страничку и посмотрите, по каким запросам она на данный момент ранжируется. Выбираете данные за какие-то 28 дней, не берите большой период, 3 месяца иногда это много и смотрите реальные запросы, по которым вы больше всего ловите кликов и показов и на этом можно ориентироваться. Обратите внимание на то, что купить действительно может приносить вам больше трафика. Но маленький нюанс, слово купить иногда может сыграть злую шутку. Наличие этого слова в топе, если вы используете в H1 может негативно сказаться на продвижении. Я замечал, что магазины в H1 не используют слово купить. Поэтому на эту уловку постарайтесь не попасться. Но слово купить использовать нужно. А где его можно использовать? Его можно использовать, конечно же, в тайтле и его можно использовать в дескрипшене. Именно слово купить для интернет-магазина является обязательным словом в этих тегах. Его нельзя проигнорировать. Слово купить должно у вас для интернет-магазина быть всегда. Это некий маркер интернет-магазина. Обратите внимание, что в семантике это слово встречается чаще всего. И поэтому это маркерное слово должно присутствовать где угодно. В тайтле, в дескрипшене или в H1. H1 очень редких случаях. Хотя я рекомендую в H1 его не использовать. В тайтле или в дескрипшене хотя бы по разу оно должно встречаться. Либо по разу там, либо по разу либо там, либо там. Обращаю на это внимание. Если же мы будем говорить про заголовки H2 в нашей страничке интернет-магазина, мы возвращаемся к тому же трюку, который можно подхватить у гугла. Вбейте этот поисковый запрос и добавьте слова любые информационные, которые сгенерируют появление блока люди так же спрашивают или по-английски people also ask. Вбивая электрические автоклавы и дописав слово как, можно увидеть какие генерируются запросы. Мы их используем либо для H2, либо для блока вопросов и ответов. Я рекомендую как раз эти использовать для блока вопросов и ответов. А все, что вы найдете здесь, например, и оно будет более-менее носить неинформационный формат, то можно использовать непосредственно уже в вашей страничке H2. Например, электрический автоклав цена, можно сделать табличку, в которой будут выведены самые популярные модели автоклавов с ценами в виде простой таблицы. Так можно точно так же реализовать у себя на сайте, таким образом, это ранжирование по этим табличкам. Если посмотрим в итоге, как выглядит структура, вы можете увидеть, какие ключевые слова использованы и, собственно, как построено описание. Вы видите, все очень просто и при этом этого достаточно, чтобы быть на первых местах. Аналогично, если мы посмотрим на главную страничку автоклавов, которая здесь есть, у нее внизу есть вот точно так же подобранные вопросы, мы их использовали в заголовке H2. И, конечно же, самое главное, вся страничка заточена на то, чтобы человек понял, вообще на какую страничку он попал. Что это за автоклавы? Что это не лабораторные автоклавы? Что это промышленные либо доклавы для домашнего консервирования? Ну, и здесь вся информация напоминает Гуглу, что человек ищет именно такой автоклав, который ему нужен. И именно на этом основано, как раз я в прошлом подкасте рассказывал про слова, которые в семантике имеют двойное назначение. Советую послушать этот подкаст. В этом видео я напоминаю, что именно благодаря тому, что вы грамотно подбираете вопросы в контенте и освещаете их, позволяет вашу страничку в поисковой системе ранжировать, соответственно, в нужном кластере запросов. То есть, если бы я спросил лабораторный автоклав, эта страничка никогда бы в жизни не появилась, потому что семантика здесь этой страницы никак не связана с лабораторным автоклавом. Ну, и, конечно же, многие меня спросят, а зачем писать эти простыни внизу? Заметьте, здесь написано не простыня. Написано очень мало контента, но этого контента достаточно, чтобы поисковая система поняла, о чем он. Более того, на этой страничке товаров достаточно товаров, чтобы поисковая система поняла, что конкретно продается на этом магазине. И это считается правильной оптимизацией интернет-магазина. Здесь необходимое количество страниц находится в индексе, все эти странички грамотно оптимизированы, ничего лишнего в индекс не попадает. И самое главное, у всех страничек, которые оптимизированы, есть прописаны тайтли, дискришн, H1 и H2 и у некоторых используются блоки фак. Почему блоки фак можно не использовать, а ограничиться H2? Поисковая система часто выводит эти H2 внизу как отдельные фак, если вы будете писать абзацы под этими факами не больше 300 знаков. Следующий момент оптимизации интернет-магазина это урлы или текст ссылки, которая используется. Именно урлы нужно оптимизировать тоже под ключевые слова. И лучшим способом является прописание либо какой-то машинной логики генерации урлов для категорий и подкатегорий, более для подкатегорий, потому что категории можно прописать и руками. Но машинная логика для генерации подкатегорий должна быть такой, чтобы ваш урл не превращался в какую-то длинную кишку. Он работает. Давайте посмотрим внимательно. Если мы посмотрим на этот же интернет-магазин, который мы рассматривали с самого начала, мы увидим, что его урлы очень простые. Эти урлы содержат допустим вот планшеты, ну и здесь это его внутренняя система категоризации. Ее могло бы и не быть, он мог быть бы и таким. Но они решили сделать именно так. Если мы перейдем в какой-то подбренд, мы увидим, что произошло. Добавился урл, конкретно продюсер Acer, то есть производитель Acer. То есть если мы добавим допустим еще Wi-Fi, мы увидим через точку запятой добавилась viral technology Wi-Fi. Именно таким образом и генерируется логика урла. То есть если я уже буду дальше смотреть, эти странички уже далеко не будут индексироваться. Там встроенная логика запрещает индексировать более чем два варианта фильтра. То есть три варианта из трех комбинаций фильтра урла, в частности этого магазина, никак не индексируется. В этом заложена машинная логика. То есть это процедурная такая генерация как раз этих ссылок. Но если вы посмотрите, все ключевые слова учтены. И они учтены очень просто, по простой элегантной схеме. Если бы здесь было бы index.php.road и там как дальше делает opencard, вот эту ерунду, то здесь были бы проблемы. То есть поисковая система могла бы просто проигнорировать урл безумной длины. Более того, если в урлах используются параметры, есть очень высокая вероятность, что поисковая система их попросту проигнорирует. Google не любит держать в индексе огромное количество мусорных ссылок. А ваш сайт через процедурную генерацию по параметру, это вопросительный знак в урле. Я об этом напоминаю. Если используется после вопросительного знака какая-то генерация, обычно поисковая система их игнорирует. А нормальные seo-шники вообще все ссылки, которые генерируются через параметр, вообще закрывают от поисковых роботов, чтобы он по ним не гулял. Это правильное решение, иначе вы рискуете поисковой системе скормить бесконечное количество ненужных страниц. Перейдем ко второй части. А как строить внешние ссылки для интернет-магазина? Здесь мы упираемся в определенные особенности любого интернет-магазина как бизнеса. В большинстве случаев интернет-магазин это бизнес ориентированный на страну. Да, мы не будем исключать всякие городские интернет-магазины, потому что это больше относится не к интернет-магазинам, а к локальным магазинам, у которых есть сайт. И обычно они работают на локальный рынок, но мы подразумеваем, что человек создает интернет-магазин для того, чтобы доставлять в пределах страны. И поэтому вся оптимизация интернет-магазина сводится к тому, что он не привязан к конкретному филиалу, а привязан к конкретной стране. И поэтому продвижение его не носит локальный характер. Поэтому многие трюки локального seo здесь являются просто как штрихами при продвижении, но используются совсем другие методы. В первую очередь, конечно же, давайте про локальные методы продвижения, это справочники. Справочники любых организаций, где можно добавить себя как организацию, работающую по такому-то региону. Это делается в первую очередь. Первый справочник, который вам нужно сделать, это Google My Business. И в Google My Business вы можете указать просто регион, который вы покрываете, не указывая реальный филиал, не указывая, что вы работаете в рамках филиала. Вы указываете конкретный регион, где вы работаете, то есть указываете всю страну. Очень важно под каждую страну действительно делать отдельный интернет-магазин. Ну то есть, если вы работаете в Украине и в Польше, не нужно один и тот же сайт делать и для Украины и для Польши. Для Польши я бы порекомендовал купить другой домен и на этом другом домене произвести оптимизацию уже под Польшу. Ведь в Польше используется другая валюта, другие правила покупки, возможно другие юридические особенности возврата товара. Здесь вы в комментариях мне можете написать особенности разных стран. Было бы очень приятно как раз многим посмотреть действительно есть ли в этом разница. И каждый магазин в рамках одной страны, он им обычно представлен одним доменом. И здесь вы можете даже посмотреть на Амазон. У Амазона каждый домен под разную страну, так оно и есть. Действительно разные особенности, разные законодательства и разные валюты. Хотя на самом деле можно реализовать смену валюты, но это не есть хорошо. Итого мы запомнили оптимизация идет на уровне страны. Тем самым ссылочная строится тоже на уровне страны. То есть если бы продвигал украинский интернет-магазин, моя задача собрать площадки, где могут размещаться интернет-магазины, в частности Украины. Конечно же это украинские справочники организаций, которые могут принять ссылку на мой магазин. Это тот же Google карты, как я говорил, она универсальная, но мы регистрируем нас как украинское предприятие. Едем дальше. Что я собственно писать? Дальше нужно искать так называемые блоги-подборки. Можно искать блоги-подборки по вашим популярным товарам. Для этих целей просто вбивайте запросы в поиске такого вида. Например, вбиваем запрос лучшие планшеты 2022 года и смотрим странички, которые у нас есть. Мы уже несколько действительно хороших страничек встречается. Мы берем эти странички и выкачиваем их все, конечно же, куда в какой-нибудь Excel. В этом Excel документе мы постараемся их все собрать и, конечно же, рассортировать. Вот мы таким образом собрали все наши ссылки. Вот мы их добавим. Вот они у нас есть. Вот. Теперь наша задача понять, что это за домены, кому из них писать. Поэтому оптимальный вариант, конечно же, использовать утилиты по анализу этих доменов. Для этих целей мы воспользуемся нашим сайтом и зайдем на наши утилиты, которые занимаются конвертацией ссылок в домены. Для того, чтобы выловить эти домены, кому писать письма. И сохраняем эти домены себе. Вот мы их сохранили и сюда вставили. Вот у нас есть домены. Из этого списка отсортировываем потенциальные конкурентные магазины, которые нам не нужны. Список прилично поредеет и останутся всевозможные сайты, кому можно написать. Далее задача найти, кому написать. Найти их e-mail. Здесь поможет всевозможные сайты domain hunter, которые умеют искать e-mail. И как только мы находим их e-mail, мы пишем им письмо с просьбой разместиться в этой страничке. То есть мы можем найти на страничке упоминания модели и сказать здравствуйте, а могли бы указать ссылочку на нас и узнать сколько это будет стоить? Самый простой вариант. Ведь эти странички уже в топе. Они действительно занимают места. Вычищите список здесь допустим доменов, которые не интересны нам и оставьте только интересные, которые ранжируются в вашей стране. Таким образом проработав такой research можно действительно продвинуться. Да, это может быть накладным, но эта работа действительно окупается, потому что вы получаете ссылки сразу там, где они уже могут быть. Добавьте свой рейтинг. Также вы можете написать свой собственный рейтинг и написать по этим запросам на других площадках, где этого нет. Вы можете найти здесь площадки, потом найти по другому запросу другие площадки и найти пересечение доменов, которые не встречаются и предложить этим доменам написать страничку, которая есть допустим у этих конкурентов лучшие планшеты 22 года для другого сайта. И в этом рейтинге добавить в себя ссылку. То есть можно написать свой гостевой пост. То есть стратегия номер один поиск публикаций и попытка разместиться на них. Стратегия номер два найти площадки, которые не писали про эту тему и предложить им написать гостевой пост и при помощи гостевых постов выстроить ссылки на себя. Обе эти стратегии действительно хорошо работают для интернет-магазинов, именно для них. Что нужно для этих целей? Нужно конечно же в первом случае иметь определенный запас денег, потому что для написания размещения уже ссылки в готовой публикации могут ценники иногда скакать довольно вверх. Для второй стратегии денег нужно поменьше, но нужно прилично потратиться на написание контента. В итоге вроде бы паритет, но у гостевых постов преимущество больше. И есть стратегия номер три. Она заключается в том, что поискать темы, которые у конкурентов представлены очень слабо. Вообще не описано, но в семантике они у вас каким-то чудом встретились. И прежде чем думать писать себе статью в блоге на эту тему, вы рискуете превратить свой блог, мягко говоря, в информационный ресурс, в свой интернет-магазин в информационный ресурс. Таким образом сместить фокус интернет-магазина в продаже, что не есть хорошо. Поэтому в блоге старайтесь слишком не разгоняться. Я сейчас очень сильно поменял свое мнение по поводу блогов для интернет-магазинов и очень рекомендую не писать гигантские блоги для интернет-магазинов, а тот контент, который вы хотите написать в блоге, найдите лучше площадку и напишите ей такой контент. Допустим ту же инструкцию по перезагрузке планшета или что-то еще. И таким образом такая статья может дать приличный буст веса для вашего сайта. Да, я знаю, что можно писать себе, но есть риск превратить ваш интернет-магазин в какую-то информационную базу, где люди будут заходить читать, но не покупать. Но это удел сайтов, которые с этой целью создаются. Пускай лучше этот сайт передает вес на ваш сайт, и таким образом ваш сайт будет ранжироваться лучше. А теперь давайте разберемся, что же писать в блоге. Смотрите, блог это темы, которые можно действительно выбирать какие угодно, если у вас продукция довольно популярна. Я молчу про косметику. И возьмем, допустим, реально косметический магазин, потому что я сейчас с таким работаю. Что же написать в блог именно в интернет-магазин? Почему действительно нужно этому уделять внимание? Смотрите, ведь продукт до того, как клиент решит его покупать, проходят все этапы осознавания. То есть человек занимается поиском проблем, зачем ему нужно купить продукт? Он ищет альтернативы, он потом находит, где ее купить, покупает, а потом, собственно, его может гуглить, как ним пользоваться, что с ним делать и, собственно, последствия, неприятные свойства. То есть любые запросы связаны с тем, когда он продукт уже купил. Так вот, в блог нужно писать только те материалы, которые предшествуют покупке на ранних этапах. То есть вот, собственно, то, что вот пригодится на ранних этапах, либо то, что пригодится там точно решит его проблему купить. Например, если мы будем брать запросы, связанные, например, как почистить наушники, да, вот если возьмем наушники, этот запрос абсолютно не нужен у интернет-магазина. Его можно писать на каких-то сторонних сайтах, на сервисных сайтах, потому что этот процесс обычно предшествует ремонту, если оно не помогло. А если вам нужно что-то писать, собственно, в свой блог, это как выбрать наушники, сравнение наушников, например. Или если брать косметику, как выбрать гипоаллергенную косметику. Как выбрать косметику без содержания или с содержанием алюминия, там, в зависимости от назначений там, когда вы там боретесь там с теми или иными проблемами кожи. И там, как найти гипоаллергенную косметику. Собственно, косметика, не вызывающая аллергии. Вот это такие запросы, которые годятся для блога, для интернет-магазина, то есть все же если вы собираетесь вести блог, блог нужно вести именно в таком формате. А теперь маленький нюанс, где вести блог? Интернет-магазином лучше вести блог я рекомендую на поддомене, все крупные интернет-магазины начали так делать. Причина простая, если вы планируете расширять свои интернет-магазины на разные страны, блог будет существовать в рамках одного всего лишь языка, то есть Блог у вас будет реализован в рамках языка, в то время как интернет-магазин может быть реализован под отдельные страны и отдельные языки. Яркий пример, если вы продаете, допустим, в Великобритании и в США. У вас должна быть версия сайта под Великобританию и версия под США. А как быть с блогом? Блог должен, получается, быть отдельно, не привязан ни к Великобритании, ни к США. Он должен быть универсальным для всех. Поэтому его можно действительно выносить на поддомин. И таким образом у вас не будет никаких проблем ни с языковыми, ни с региональными версиями на странице. Поговорим о финальной микроразметке. Ключевая микроразметка, которая должна быть реализована на сайте интернет-магазина, это продукт. Она должна быть реализована на каждой карточке товара. И в этой карточке товара нужно уделить внимание ключевым показателям. Конечно же, помимо типа нужно указать код товара, указать, конечно же, ссылку на товар, название на товар, указать изображение товара и ни одно желательно. У этих изображений еще должно быть прописано alt-теги. Description товара, это описание товара, это не мета-тег description, это очень важно. Item condition обязательно должен быть там new или не new. И в разделе offer нужно прописывать в наличии in-stock или out-of-stock. Конечно же, нужно указывать цену, указывать код валюты. Очень важно, я находил и ошибки в этом пункте. И указывать до какого числа эта цена актуальна. Да, это вот тоже такой маленький нюанс, его видно только в микроразметке. На сайте этот момент не виден. Ну и конечно же, заметьте, можно указать обязательно бренд и сослаться на категорийную страничку этого бренда. Таким образом, ваша микроразметка продукт будет идеально прописана. Здесь же можно добавить average rating, который у этого товара возможно нет. А вот у этого есть и мы сейчас посмотрим. И конечно же, average rating должен показывать, какие у него рейтинги именно в микроразметке. Микроразметка чаще всего реализована в большинстве интернет-магазинах на популярных CMS просто прямо под ключ. Ваша задача просто ее иногда включить, установив нужный плагин и ничего в ней особо не делать. Просто правильно заполнять поля в вашей CMS для каждой карточки товаров. Если вы посмотрите, то даже есть у каждого отзыва, есть конкретно кто его автор и какое описание, description этого review. Type review, description, автор. Вот видите, все эти ревьюшки, все они здесь есть. И вот aggregate rating прописанный здесь тоже есть. Вот пишется средний rating value, rating value, сколько счет, best rating и worst rating. Все, ключевые показатели прописаны, микроразметки размечены. Поисковая система прекрасно эти данные скушает и это поможет как раз оптимизации вашего интернет-магазина. Еще один ключик, который нужен для продвижения интернет-магазина в гугле, это конечно же Google Merchant. Google Merchant это обязательный пунктик, который вам нужно реализовать на своем интернет-магазине. Мы уже снимали серию видео про мерчант, я рекомендую их посмотреть. В них рассказано, как его настроить, какие подводные камни могут быть, как его ассоциировать с рекламой. Это все действительно помогает индексации вашего сайта и поможет вашему интернет-магазину очень быстро вырасти. Если же вас интересуют любые другие вопросы по интернет-магазинам, у нас на сайте серия статей. Ссылочки я оставлю в описании. Они как раз и рассказывают про эту структурную систему фильтров и многие вещи, которые я сегодня рассказывал в этом видео. Также там уделено сбору семантики, трюкам по сбору семантики и как ее кластеризовать. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если оно полезно, не забывайте подписываться на наш канал. Нажимайте на колокольчик, у нас выходят довольно регулярно новые видео. И, конечно же, я буду рад, если вы поддержите наш канал при помощи спонсорства. Это позволит нас мотивировать создавать больше контента, общаться с нашими спонсорами. И, конечно же, работать на результат для вас. Действительно, даря вам качественные видео на нашем канале. Всем спасибо и пока-пока!